всем привет мои хорошие рада приветствовать каждого на моем канале и сегодня ваша любимая рубрика еще в последнее время и моя тоже пробуем все впервые все эти продукты я ни разу не пробовала возможно я пробовала балтику но в другом вкусе но именно в этом сочетании нет если честно больше всего мне интереснее попробовать лэйс с огурцом и перцем вот так вот выглядит упаковочка буду писать вам все цены и рассказывать о своих ощущениях к сожалению пришлось взять большую упаковку потому что маленькой в этом вкусе не было но ничего добро не пропадет айка конечно же все это дело схомячит чипсы у нас здесь рифленые я честно боюсь они от я перепутал и подумал что с огурцом на самом деле это чили и лайм но все равно сочетание чипсов и лайма как-то странно да хрустящие бомба мне больше нравятся рифленые чем обычные просто вау это знаете чем надо заправить балтикой грейпфрут пивка не хватает у нас вы когда нибудь пробовали балтику грейпфрут у нас кстати в супермаркетах продаются разные вкусы есть даже вишня стоит ровно один монат это нулевка то есть безалкогольная вы знаете с грейпфрутом вкуснее чем с малины хотя если вы любите грейпфрут я обожаю его на счет чипсов просто 10 из 10 балтика тоже я сейчас только вспомнила что я оказывается никогда в жизни не пила red bull реально я просто не могу вспомнить когда я пила red bull и когда надо заценить увидела в магазине такую штуку от озма стоила она недорого выглядит как зубная паста или крем для рук вроде как шоколадный крем здесь такая слюда что в супермаркете никто не схомячил выглядит просто как шоколад на вкус один в один это нутелла консистенция такая же пахнет так же просто один в один просто так покупать получается очень дорого а нутелла так как она в большом объеме получается побюджетнее итак в дороге придешь идешь раз нутеллу захотел не могу сказать что прям вау вот такое никогда не ела поэтому просто моя оценка 7 из 10 я сегодня кстати собрала очень много продуктов каких-то ноу-неймов продукты марок которые я вижу впервые взяла такие батончики они вроде как диетические но я решила это проверить они лежали на стенде с диетическими продуктами с хлебцами и возможно вы тоже поведетесь и возьмете их но на самом деле здесь 404 калорий на мой взгляд это очень много я сразу взяла в двух вкусах будем оценивать первый это ананас снизу здесь белый шоколад сверху хлопья мне кажется все равно это полезно возможно не очень низкокалорийно но 100 полезно вкусно мне нравится ну назвать этот продукт диетически мне просто язык не повернется классно и следующий я если честно ожидала что этот батончик будет какой-то фиолетовый или какой-то красненький как клубничка в отличие от вот этого вот здесь уже нет шоколада внизу надо кстати посмотреть на калории здесь как и следовалось ожидать 330 калориев наверное скорее всего из того что внизу нету шоколада вот почему в нашей жизни все калорийно и вкусно если сравнивать вот эти два батончика я могу с уверенностью сказать что этот вкуснее намного но он и калорийнее жизнь очень жестокая штука ребят сказать что пахнет клубникой или вкус клубники нет просто какая-то сладость с чаем можно опять же нельзя увлекаться у меня мама например где-то вычитала что грейпфрут он жиросжигающий и теперь каждый вечер два грейпфрута вес стоит на месте я говорю мама это не значит что в грейпфруте вообще нет калорий там они есть вот эту штуку я часто вижу в супермаркетах мне всегда было интересно что внутри здесь 35 грамм молочный бургер вы когда-нибудь ели молочный бургер я например нет впервые ну что выглядит он очень аппетитно это выглядит как два панкейка друг на дружку внутри какая-то начинка насколько это воздушно у меня с клубникой и вот здесь как раз таки клубника чувствуется не обращайте внимание на посторонние звуки на улице у нас просто ураган запиваем пивом это я прям хочу доесть надо как-нибудь забабахать мукбанг с молочными бургерами просто вау просто супер дальше увидела в супермаркете такой активе яблоко инжир финик био йогурт впервые вижу такой формат активе и новая упаковка как я понимаю не знаю когда я вижу у любимых продуктов новой упаковки мне сразу становится так грустненько наверное они пытаются двигаться со временем в ногу со временем выглядит это все вот так ужасно пахнет это просто нечто либо он испортился либо он просто такой отвратительный ну что попробуем фу это ужасно и пахнет отвратительно каким-то химическим раствором с орехами нет это я точно наверное выбрасывать буду либо предложу маме возможно ей понравится но я очень сомневаюсь в этом за всю историю создания моей рубрики это худший продукт который я когда-либо пробовала ужас как такой вкус может понравиться да элементарно просто сухофрукты здесь инжир финик яблоко чернослив бог мой конечно попробовать стоит чтобы убедиться что этот продукт вам тоже не нравится хотя вкусы разные возможно кому-то нравится если кто-то пробовал и ему понравилось то обязательно пишите в комментариях причем стоила эта штука не дешево просто выброшенные на ветер денюжки киндер сюрприз от той бокс я не знаю вы знаете эту фирму или нет но мне больше интересно какая игрушка попадется потому что в детстве я всегда просила маму и папу купить мне киндер сюрпризы не из-за шоколада а из-за игрушки внутри шоколад молочный нежный пожалуйста только не игрушка которую нужно собирать да ее нужно собирать почему нельзя положить нормальную игрушку чтобы ничего собирать не надо было это лодка ребята это знак у меня будет яхта ну а шоколад самый обычный стоил по моему всего монад но больше я бы и не дала за него я помню в моем детстве была точно такая же штука и называлась чудо я ее обожала просто и хотя бы через день когда приходила со школы обязательно покупала потом дома пила с чаем это вроде как реплика называется happy chocolate кстати чудо у нас нету я не видела в магазинах по крайней мере у чудо получается две такие штуки как твикс а здесь одна вкусно один в один как чудо прям то же самое у меня такая привычка после сладкого мне всегда хочется что-то вот солененькое вот так вот и кайф просто кайф от той бокс шоколадные стики выглядят они вот так вот очень напоминает бисквейт вот по моему от киндер тоже есть такая штука мне нравится вы делаете свои выводы о продуктах не только по вкусу но еще и по цене очень хрустящие в то же время они не жесткие тают во рту и последнее что мы сегодня рассмотрим это от осмо на какие то такие штуки с клубникой заценим открывать здесь вот такой пакетик и здесь такие штуки внутри этих штучек молочный пудинг с клубникой вкусно в супермаркете я старалась брать все продукты какие-то ноунейм которые вижу впервые возможно я проходила рядом с ними но просто они не цепляли мой взгляд если подытожить худший продукт который я просто никогда в жизни больше не куплю это активия без добавления сахара и с всякими хренями которая пахнет ужас просто просто ноль и самое вкусное это лейс чили и лайм сказать что они очень острые нет в самый раз как люблю я потому что я не люблю острые обалденно так что мои хорошие делайте выводы смотрите на цены всех люблю целую с вами блайк эмили пока пока